Всем привет, с вами Тори-чан. Извиняюсь за свой домашний вид. Сегодня у нас будет видео о том, как мы переживаем тайфун в Токио. Один из самых сильных тайфунов в этом году и даже, возможно, сильнейший за последние несколько лет, как говорят по новостям. Я делала видео недавно, где я показывала последствия тайфуна, который был месяц назад. И вот не прошло месяца, и пришел еще один очень сильный тайфун снова в Канто, в центральную Японию, Токио, Чиба. Будет под сильным его воздействием. Такое ощущение, что все тайфуны приходят либо на выходных, либо ночью. В этот раз вот сегодня у нас 12 октября. В разных районах Токио передают, что нужно эвакуироваться, поскольку реально опасная ситуация. Я показывала вам в предыдущем видео свою веранду, которую снесла полностью предыдущим тайфуном номер 15. Этот же тайфун, это номер 19 тайфун в Японии. Он в три раза, наверное, так точно больше, чем предыдущий тайфун. Вот фотография сравнения размеров в одном и том же скейл. Видна разница размерчика тайфуна. Поэтому ожидается очень сильный дождь на большой территории. Также ветер 60 метров в секунду, 75 даже местами. Поэтому мы решили подготовиться серьезнее в этот раз и затащили все наши растения в квартиру. Все еле влезло. Вчера в магазинах не было абсолютно ничего на полках. Японцы все снесли из полок. Ни хлеба, ни печенек, воды, вообще ничего не было. Все покупают еду в расчете того, что мы не сможем выходить на улицу 2 дня, возможно. В худшем случае 2-3 дня. Если будет потоп, либо же если не будет электричества. Наш дом находится возле реки. А если ваш дом находится возле реки, либо же возле гор, то это одни из самых опасных мест во время сильных дождей и тайфунов в Японии. Поэтому первым делом нужно посмотреть так называемую hazard map. То есть карта, где показывается, находится ли ваш дом в опасной зоне. Если, допустим, будет наводнение, либо же гора обрушится. Повлияет ли это на территорию, где вы живете. К счастью, наш дом находится на возвышенности, на холме таком. Поэтому, если река разольется, наш дом не пострадает, поскольку мы повыше других домов. Но дома в нашем районе 3 метра вроде как даже может дойти наводнение, что реально очень страшно. Пока еще дождь. Пока еще ничего не сносит, а снесло немножко наш ковер. Как вы слышите, сильный очень ветер. Доброе утро. Тайфун уже прошел. Ой! И у нас, как обычно, после тайфуна очень солнечно. Очень жарко и очень душно. На удивление даже не снесло ничего вокруг, как я могу видеть из окна пока что. Вчера я не смогла досидеть, дождаться конца тайфуна. Уснула где-то час в час ночи. Тайфун длился до, наверное, в нашем районе до 3-4. Изуми сидел, играл в игры. Ждал окончания тайфуна. На всякий случай. Также вчера было очень-очень темно, когда тайфун начался. И у меня не было видно совершенно тайфуна на видео. Поэтому показываю вам видео, которое мои друзья сняли. Вот так вот выглядел вчерашний тайфун. Сильный ветер, сильный дождь. В разных районах по-разному было. Где-то был очень сильный ветер и сносило машины. Где-то было послабее. Сейчас выйдем, посмотрим вокруг. Заодно сходим в магазин. Только мы вышли из лифта. Вот так вот у нас вода протекла. Но кроме этого ущерба нет. Все сухо. Деревья стоят на месте. Поэтому вроде как все обошлось хорошо. По крайней мере здесь. Мы перешли к реке, которая вчера разлилась. Действительно очень много воды. Намного больше, чем ее обычно. Но, видимо, что уже вода отошла. Здесь обычно люди бегают по утрам. Сейчас-то все вода. Мы вернулись домой. И с изуми. Не, это очень сложно, но все будет не утром. Вот так вот все закончилось хорошо. Если подвести итоги того, как прошел тайфун, был сильный ветер, но намного слабее, чем мы ожидали. Мы ожидали, что будет ветер 70 метров в секунду. В нашем районе было, наверное, метров 25-30, не больше. Поэтому ничего именно в нашем районе не снесло. Есть районы, где, конечно же, был ветер сильнее. И там уже похуже. Очень сильный дождь, за счет чего... Очень сильный дождь, за счет чего у нас развилась река здесь недалеко от нас. Но, к счастью, до нас не дошла вода. Опять же, есть районы, где потоп, к сожалению. И было землетрясение. Где-то, наверное, часов в 9 вечера. 4 балла землетрясения. Которое, если честно, землетрясение и одновременно тайфун. Плюс еще где-то даже был смерч. Все в одно и то же время, мне кажется, это перебор. Бедная Япония. Я думала, что это у нас уже, наверное, ветер так считает, а не землетрясение, когда оно случилось. Но, как итог, у нас все хорошо. Очень сочувствую тем, кому пришлось эвакуироваться в связи с потопами, либо же другими последствиями тайфуна. Также сочувствую тем, кто потерял кого-то из своих близких в этом тайфуне. Но Япония молодец, она быстро восстанавливается и относительно хорошо подготовилась. В этот раз, мне кажется, к такому тайфуну. Поэтому вроде как все более-менее хорошо, солнечно. Теперь нужно будет возвращать все наши деревья на балкон. Но это вы уже видели, как мы будем делать в предыдущем видео. Так что, увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok